Пару недель назад в социальных сетях разгорелись споры за и против опиловки деревьев. Многие люди считают эту процедуру произволом, но специалисты утверждают, делается это во благо жителей Ленинского городского округа и экологической обстановки на территории муниципалитета. Честно говоря, не знаю, есть ли разрешение, если нет. Если нет разрешения, этого не должно было быть. Но разрешение есть, и экология утвердила тогда что? Ну не знаю, если экология утвердила, ну чего тогда делать? Как говорил великий режиссер Константин Станиславский, не верю. Вот и жители города Видное не верят, что опиловка законна и отказываются адекватно воспринимать информацию о необходимости процедуры. А сотрудники экологического отдела администрации Ленинского района уверены, деревья нуждаются в омолаживающей обрезке. Жители улицы Школьной, где обильная растительность, сами неоднократно просили власти спилить кроны. Эти деревья старовозрастные, они требуют омолаживающей обрезки. Причем хочу отметить, что липа – это та порода, которая подвергается такому виду обрезки. Та обрезка, которую сейчас представлены на улице Школьной, называется, другими словами, посадка на пень. Такая обрезка проводится в несколько этапов, в 2-3 этапа. Дерево укорачивается до основного ствола, до скелетных стволов, так скажем. Необходимо при этом обрабатывать обязательно спилы деревьев. Липа, которая растет вдоль всей Школьной, обладает высокой побегопроизводительностью. Она легко переживает обрезку и уже через пару лет деревья обретают аккуратный вид с красивой округлой кроной. Удачный пример опиловки деревьев Школьная 44. Здесь эту процедуру провели три года назад. Работы по опиловке деревьев в Видном производят сотрудники Дорсервиса. Работают по постановлению администрации округа. Сейчас от площади до пересечения с улицы Советской опиловка почти завершена. Следующий этап – кронирование деревьев на оставшемся участке Школьной. Опиловка, помимо, что планово проходит, еще обращаются жители. Вот здесь, как вы видите, можно посмотреть. Дома в тени. Кто-то идет, кому-то не нравится. Понятно, а жители живут и плесень в квартирах. Потому что годами не опиливалось, можно сказать, с советских времен уже. Поэтому немножко запущений есть. Сейчас вроде бы и администрации, и подразделения взялись за это. Будем приводить в порядок территории. Опиловка деревьев предстоит и на других центральных улицах Видного. Все работы планируется завершить до 9 мая, чтобы к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Город выглядел аккуратным и радовал жителей.